Привет! Несмотря на то, что тикток в России нормально не работает, там все еще можно завируситься и набрать целую армию слушателей. Главное, чтобы в песне был дроп, хук и очень крутые 15 секунд. И пепел на худи это именно тот случай. У него целая гора тикток-френдли песен, как с жестким рейджевым звуком, так и более амбиентным звучанием. И если те же Кай Энджел и Найн Майнс часто делали просто опиум и называли это своим звуком, то пепел на худи тоже явно вдохновляется Домом Карлио и Дестроем Лонли, но все-таки делает по-своему. И в чем прикол именно его звука, мы сегодня и разберемся, так что ставь видосу лайк, если давно ждал разбора, и напиши в комментариях, о чем еще хотел бы увидеть видос, а мы погнали разбираться. Если просто посмотреть на трек, то это прям колбаса. Типа минус 2,5 люпса или около того. Весь трек очень яркий, очень сочный и в нем все зажато просто в жесткое месиво и ударные не на первом плане. Если говорить про самый важный элемент бита, то это энергия, которая должна прям переть из него. Это мы сегодня тоже повторим. Отчасти это достигается, конечно, очень мощной зажатостью клиппером. Если пройтись по отдельным элементам, то ничего сложного нет. Довольно простая драмка, простой басец. А вот мелодия уже не такая простая, как драмка. В ней очень много синтовых слоев и практически невозможно различить отдельный слой. И все синты тут очень яркие, очень сочные, прямо на грани с кислотностью. И это вот собирается в такую пачку, которая в том числе и дает эту энергию. А прогрессия аккордов тут простая, 6-5-1 в тональности фа минор. Ну и давайте соберем свой тайпинг. Вообще все звуки я брал из серума. Вот такой у меня набор библиотек. И чтобы в них не запутаться, желательно каждому звуку давать рейтинг. То есть заходим сюда, и вот у меня здесь все по рейтингу уже отсортировано. Конечно, не очень много звуков, потому что серум я в основном для рейджа использую. Первый синт будет супер низким, и последовательность все-таки не 6-5-1, а 1-6-5. Да, 1-6-5 получается. К нему я сразу добавлю свой любимый рис бас, который будет играть в общем-то не часто, но пусть будет. Из того же рейтингового списка я возьму вот этот синт. К слову, можно обратить внимание, что тут много из адапта и много из воида. Хорошие банты. Но он будет играть не вот так, а будет играть по ноткам аккордов. Тональность F-минор, и мы могли бы использовать все три вот эти нотки. Но вот эту нотку, терцию, лучше удалить, потому что вот эта нотка и в мажорном, и в минорном аккорде на одном и том же месте. Так что мы делаем просто вот так, и он будет играть у нас вот такую простенькую мелодию. Вот это удаляем, вот так копируем. И супер важный элемент, который есть почти во всех битах пепла на худи, это либо гейт, либо какие-то тремоло, и мы его сделаем вот в шейпер боксе третьем. Вот так, вот так, вот. И чуть-чуть убавим микс. Стало сразу поживее. И сразу можно добавить какой-нибудь типа арпа на звуке типа леда. Главное, чтобы он был ярким и быстрым. Типа вот так, вот так же, снова нотка С, нотка Ф, потому что это тоника и квинта в аккорде Фа-минор. Только это слишком медленно. Сделаем вот так. Вот так вот. Но иногда все-таки можно использовать все нотки аккорда. Вот так вот. Для просто создания какого-то дополнительного движения. Ctrl-B. Здесь мы никакое движение создавать не будем. Только вот это можно подправить. Что у нас тут аккорд? То есть последнюю четверть акта я подправил под аккорд С-М. Все остальное играет на аккорде Ф-М, при том, что у нас вот здесь вот уже другой аккорд. Но все равно звучит здорово, потому что звук супер высокий. Это как-то называется, когда у нас арпеджио играет одно и то же при разных аккордах. Астената. Астената. Вот, я вспомнил. Если я не прав, напишите в комментариях. Главное, что звучит круто. Ну, мне так кажется. И на этот арт тоже можно накинуть шейпер-бокс и накинуть на него какой-нибудь ритм. Типа вот такого. Только чуть подправить. Еще у пипла в мелодиях очень много пространства. Иногда это даже кажется каким-то, какой-то специальной грязью или типа того. Так что на арп отправляется в Эльхала Винтаж Верп и Шиммер. Стандартный пресет с 9.2 и 20% Шиммера. Еще, по-моему, прикольно зайдет вот такой вот лид. Нужно сделать ему огромное порто. Типа вот так вот. Чтобы было что-то типа. Такой акцентик небольшой получается. И на него отправляется панкейк с 1,4 и миксом, мне кажется, 100%. Потому что после него идет реверс-миксом 40% и Шиммерс 25%. И они сгладят вот это движение по панораме. По-моему, прикольно звучит. И в треке у Пепла мне понравилась такая монументальная мелодия, которая вступает во второй половине вступления. На подобном синте сейчас я ее практически повторю. Тут вместе с Шиммером и Винтаж Вербом будет еще и фреш-эйр. Что-то типа. Вот эта, по-моему, энергия уже чувствуется, которая есть в этой мелодии. Особенно вот как работает туда-ты-ду-дун. И вот эта верхняя мелодия, и вот этот лид мне прямо очень нравится. И вновь напоминаю, что прямо сейчас я работаю над своим самым масштабным обучающим проектом, у которого наконец-то появилось название. Академия битмейкин. Сейчас над ним работает целая команда, чтобы все его участники получили уникальный опыт, полноценный интерактив. А главное, чтобы как новички, так и более опытные битмейкеры закрыли все свои проблемы и вопросы с битами. И если ты хочешь повлиять на наполнение и содержание проекта, узнать о нем подробнее, или если ты уже хочешь вписаться на максимально выгодных условиях, то заполняй форму, ссылка на которую есть в описании, и в ближайшее время с тобой свяжется один из участников команды. Так что вперед к форме, а потом возвращаемся к Пеплу. Все эти зинты все вместе постоянно фигачить не будут, естественно. Но я хочу добавить еще звук какой-нибудь вот такой вот тоже пилу, которая по сути будет фигачить на квинтах. Ну так она сливается совсем вместе. Можно сделать повыше, но мне кажется, прикольно будет сделать какую-то такую вот нарезочку, типа ту-ту-ту-ту-ту. Спуск какой-нибудь такой сверху. Ф-ц. Ф-ц. Вот так. Точти ничего не слышно. Но скорее всего мы оставим пониже, потому что эта часть будет играть, когда не будет такого большого количества зинтов. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. И ту-ту-ту. И я все звуки делаю чуть-чуть короче, чтобы между ними была микропауза, чтобы было как-то отчетливее слышно, что это статтер. Оставлю пока наверху, потому что тут она прям как будто заняла свое место. Потом в оранже, может быть, я спущу на октаву. И для такого звука, как ни странно, в тему может оказаться скетч-кассет. Потому что тут есть вот этот NR-компрессион, что-то такое, я толком не знаю, но я знаю, что он делает все супер ярким. Amount и Bright сразу убавим, и Saturation чуть-чуть добавим. Только надо вот так как-то. Если его выключить, все становится сразу менее ярким, но у него появляется больше низа, а вот так больше верха. Если добавлять вот эту сатурацию, то нужно прям ее совсем минимум добавлять, потому что если она прям явно слышна, ну это уже слишком искаженное звучание. Потому что у нас все равно все будет еще упираться в клипер, а когда у нас будет сатурация и перегрузка здесь, перегруз там, то слишком будет как каша звучать. А нам нужно все-таки более аккуратное звучание, так что сатурации капельку. 808-й спак Apply G заходит здесь просто идеально. Ритм будет довольно простым, что-нибудь типа... Вот так. Так что здесь ставим слайд-нотку, делаем ее не самой короткой, а вот типа такой. Да, вот так, наверное. Да, вот так. Чтобы было. Типа, чтобы не постоянно фигачило на высоких нотках. Вот так, потом вот так. То есть здесь мы тянем тоже слайд-ноткой наверх, на C-шар, вот так, а здесь быстренько на C, потому что здесь корневая нота меняется, и нам хорошо поменять нотку баса тоже. Но! К этому еще есть что добавить. Вот такой вот experimental бас из Apply G, только он будет вспомогательным, и поэтому мы ему отпилим низ. Можно просто повесить эквалайзером, можно HP сделать здесь, то есть high pass, и сделать типа как-то... Ну, типа вот так. И расширить его. Нормально. И отыгрывать он будет что-то типа на конце. Ту-тун-тун. Как бы мелочь, но все равно прикольно, по-моему. И ровно ту же самую настройку я проделал вот с этим басом тоже из Apply G, только он будет играть в начале, вот так вот. И здесь тоже можно поставить. Такие акцентные басы, по-моему, прикольно звучат. Хэй-хэтами я хочу проделать следующую штуку. Вот так, вот так, вот так. Amount минус 100. И скорость тоже на минимум. В том числе до того, чтобы они сразу казались немножко перегруженными. Типа вот так вот. И какой-нибудь мини-пробежечку. У второго хэта будет чуть-чуть медленнее скорость, и от этого звук будет еще более перегруженным. И он такие микроскопические пробежечки будет играть этот хэд. Типа... И здесь на одной второй, чуть-чуть вот так вот. И вот так вот. Типа никаких сильных изысков. С open-head'ами такая же штука, но на open-head'ах можно еще покрутить LFO у панорамы. Так они будут такие прям супер перегруженные. И они будут играть вот так. Со вторым open-head'ом абсолютно такая же настройка, только он будет играть уже типа... И все. И точно так же LFO я подкрутил у clap'а, потому что, по-моему, это типа на высоких звуках и на хэдах, на open-head'ах, и в том числе на clap'ах это очень прикольно звучит. К clap'у я добавлю вот такой вот snare, только на более высокой ноте, чтобы он опять же соответствовал такому более кислотному звуку, что ли. Ну и второй snare будет вот этот. Он будет играть тоже повыше. Типа... Вот так. Окей. Окей, да. Ну и кик. Никаких сайдчейнов, ничего я такого делать не буду. Просто вот так, вот так вот, и вот так вот. Я думаю, сильно часто его делать не надо. Мне нравится. Теперь нужно делать оранжик. И как обычно, FLP-шку с этой мелодией ты сможешь получить в моем телеграм-боте по ссылочке в описании. И там же ты сможешь узнать все подробности о моем большом новом обучающем проекте, который не будет просто видеокурс. Потому что этот проект будет построен на интерактиве и будет нацелен на то, чтобы закрыть все вопросы и проблемы как начинающего, так и более опытного битмейкера. На данный момент этот проект в активной разработке, чтобы своевременно узнавать о нем все подробности, а также получить FLP с мелодией из этого видео, переходи в моего бота по ссылке в описании и нажимай начать. А мы продолжаем разбираться в звучании и пепла. Но перед оранжиком вот такую обработку я сделал на хай-хетах. Это клипер, который делает все-таки более зажатым и более пробивным. И собственно эквалайзер, который немножко просто задирает высокие. Вот так без них ну ударные слышно. Но если их включить, они как будто прям встают на свое место. Оранжик на самом деле довольно простой, но в нем есть пара прикольных элементов. Во-первых, это автоматизация и фильтр. Я для этого буду использовать Dirty Filter, просто простой бесплатный плагин. Можно использовать стандартный дистрактор, разница небольшая, только нужно будет каждый раз отключать вот это вот все и либо сделать себе просто пресет с фильтром. Но я использую Dirty Filter. Вот я для него сделал клип автоматизации и начинаться все будет типа вот так вот и вот так вот. Как-то можно даже немножко вот так сделать. С этим симптом также опускаем в старт, только здесь делаем еще вот такую штуку. Вот так вот. И наверное вот так вот. Чтобы он открылся почти до конца, потом прикрылся и потом снова открылся. И перед переходом к самому дропу я все равно сделаю еще раз уход в фильтр, чтобы подчеркнуть дроп еще сильнее. И похоже автоматизация фильтра я нарисовал для арпа, чтобы он едва-едва чуть-чуть-чуть только появлялся. Вот так. Вот так. И потом снова уходил и появлялся снова только перед самым дропом. Появился и исчез. И бау. Еще у нас во вступление есть бас и получается так, что вот такой клип нарисовал и этот горбик нужен для того, чтобы он все это время играл не на максимум, чтобы лишний раз подчеркнуть сначала вот этот такой мини-дроп, в котором у нас вступает вот эта мелодия, а потом подчеркнуть соответственно уже вот этот дроп, потому что здесь я сделаю уникальным басец вот этот и немножечко его убавлю, потому что у нас этот бас должен быть тише, чем вот этот бас. И чтобы подчеркнуть выход вот этой мелодии, я хочу сделать ей такой преверп, потому что как будто что-то похожее есть в оригинале. Я вот так вот ее ресемблю с инсерт-эффектами включенными. После этого реверсую то, что заресемплил и отправляю на какой-нибудь канал микшера, на который кидаю просто монструозный какой-нибудь Вильхала Винтаж Верб. И после него шиммер. Да пофигу, пусть будет 80. И на Винтаж Верб я тоже добавлю немножко дикее до 6 секунд. Теперь делаем вот так вот и снова ресемплим. И то, что заресемплили снова разворачиваем, чтобы получить вот такой вот именно преверп. Вот так, типа это мне нравится. И как это работает вместе с тем, что все уходит в фильтр. И вот это мне прям очень нравится. И перед основным дропом, наверное, тоже что-то такое можно сделать. Тоже вот эта же мелодия. Да, вот так хорошо. Кик как-то громковато выбивается. Вот так хорошо. И здесь можно сделать клон арпа и опустить его на октаву. Типа. А тут я хочу сделать еще один прикольчик с басом. Делаем уникальным басец. Я добавлю к нему вот этот бас. Просто поверх. На пофиг. Так он будет пум-та-пум-пум. Да. Да-да-да-да-да. То, что нужно. И слушаем в контексте. Прям он мочит все. Вы скажете фаза, фигаза. Да вот такая колбаса тут вообще ну не принципиально. У меня же на мастере все упирается в клипер с жестким драйвом. Так что про вычитание звука речи идти просто не может. И после этого снова большой дроп. Только нужно его как-то выделить. Наверное, вот так вот. И оставим на самом деле только снэр и вот этот басец и все. А пофигу вообще все драмки отключу. Вот такой получился видос. Обязательно ставь ему лайк если понравился сам бит или узнал что-то новое из видео. А чуть-чуть доделанная версия этого бита лежит в моем телеграм-канале. Переходи туда по ссылке в описании либо по QR-коду на экране и подписывайся. Ну и также обязательно подпишись на этот канал если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok